Я рад, что болельщики хоть увидели шесть мячей. По такой игре в первый тайм мы очень плохо выглядели, честно говоря. Сказалось, может быть, не знаю, с чем это связано, очень инертные были. Они в первом тайме могли уже забить. И тогда бы, наверное, такой игры не получилось, не знаю. Но я должен поблагодарить ребят, что проигрываю 1-0 во втором тайме. Как раз тот гол, который не засчитали, видать, он все-таки чуть-чуть взбодрил нас и появилась какая-то уверенность, ребята на них начали прибавлять. Ну и по такой игре могли и выиграть, и проиграть, честно говоря. Но такая игра, значит, еще одна игра есть, от которой все, в принципе, зависит теперь от нас. Если бы мы проиграли, не от нас было бы зависеть. Будем готовиться к следующей игре. Команду Насав тоже надо поблагодарить соперников за такой футбол, который всем понравился. Ну и судейство тоже, несмотря на то, что вот там все кричат, что гол был, на ихнем айпаде его не видно, на другом, на вашем гол. Странно, да, ребят, два айпада разных. Если был гол, то обидно, если не был, то, ну ладно, что теперь. Ну а так по игре счет, в принципе, и они могли выиграть, и мы. Где-то нам повезло, где-то им повезло. Так что так. Ну, значит, потеряли 2 очка или выиграли 1? Да, не знаю. Здесь сейчас, самое главное, мы их не отпустили вперед, и от нас зависит теперь играться с Наманганом. У нас есть шансы, у них тоже есть шансы. Поэтому у всех есть шансы, и у того же Антижана есть шансы. Поэтому интересно последнее время. Я не знаю, Наманган выиграл, да? Да. Сказали, они выиграли, да. Ну вот поэтому Наманган решил свои вопросы, теперь осталось нам как бы. Ну а все зависит от нас, короче. Да. Вопросы? Ну, Марин Карлиж, наверное, поздравит вас с таким игроком, потому что Насап – это лучшая команда Узбекистара в последних времен. Забыть Насапа – это три, вообще супер. Но футбол – это такая вещь, и надо порой уметь защищаться и парковаться у ворот, как в «Анчестер Сити» с «Реалом Мадридцы» так сделали. Но у «Иван-Динджане» здесь у «Динамо» как-то не получается сидеть в защите и держать счет. Почему это происходит? Ну, есть, да, есть такая проблема. Я ее знаю, и сейчас отзвучивать, я думаю, будет неправильно. Мы над этим будем работать, и мы пропускаем. Ну, в принципе, счет 3-3, раз вы «Реал» с «Манчестер Сити» вспомнили, там тоже 3-3. Вроде «Реал» хорошо защищался, тоже 3 пропустил. Все равно эти две команды, мы играли по большому счету со всеми лидерами. Мы играли в «Иван-Динджане», команда на первом месте идет. Поэтому это, ну, как бы нормально, пропускаем. Но есть причины, которые мы будем решать. И с вратарем, наверное, тоже можно теперь сказать, что проблема с детского короля нет уже, «Динамо» не хочет иметь хорошего вратаря. Как можно решить эту проблему? Ну, эту проблему просто он молодой парень. То вы говорите, почему в «Самаркандске» не играют. Теперь в «Самаркандске» играют, вы говорите, его меняйте. Ну, поэтому вам не угодишь. Но, к сожалению, она есть, но это, опять-таки, возрастной молодой парень. Никогда в «Премьер-Религии» по большому счету не играл до меня. Сейчас вот надо дождаться, терпение должно быть. Ну, ничего страшного нету. Где-то он выручал нас, где-то в этих моментах он ошибся. Это футбол такая вещь. С чем связана замена Коча? Ну, он травмировался, он попросил замену, поэтому мы его заменили. Понятно. Попросы есть? Да, мы знаем, вы обычно не слышите болельщиков, не реагируете. Но сегодня они кричали «Яхарь, Ягарь!» Ну, вы в конце выпустили свой игрока, но неплохо он. Да нет, Ягарь не потому, что болельщик кричали. Мы же его держим не для того, чтобы его кричали. Он просто у нас чуть-чуть травмированный. Поэтому на последней минуте я его держал, потом я его позвал. Он, видели, не очень так уверенно шел. Я сказал, ничего, ты, я думаю, поможешь. Ну, он неплохо вошел. И видно, что потенциал есть у него. Поэтому будем надеяться, что еще есть футболист, который может усилить нашу команду. И еще вы сегодня рассчитывали, что Моносат играет сегодня третий вратар. Первый у них там в чемпионате играет, а второй оперировался, как мы знаем. И третий Сапой играет. Ну, два гола он ямно ошибался. Вы рассчитывали на это? Ну, мы его знали, в принципе, и по игре с Наманганом было видно. Но у него тоже, видать, игровой практики нет. Поэтому, возможно, мы это учитывали и просили попорщик чаще бить. Ну, надо было, и наш вратарь ошибался, и их вратарь ошибался. Поэтому я не думаю, что в этом какая-то проблема есть. Но если бы они не ошибались, вы бы шесть мячей не увидели. Поэтому болельщики должны поблагодарить, что они так стоят. Через неделю играя с Намбахором, здесь в Жизаки. Какие шансы? Шансы? Ну, посмотрим. Шансы у всех есть. Как говорится, будет время подготовиться и посмотреть. Наманган, если свои вопросы решил, не знаю, к каким составам они приедут. Все будет зависеть. Несмотря на это, мы будем готовиться. Я же говорю, сейчас все зависит от нас. Надо обыгрывать и выходить со второго места. Коллеги, не можем не спрашивать еще об одном месте. В прошлой неделе канал «Динамо» опубликовали фото, как «Динамо» тренируется. Мы увидели, в каком ужасном состоянии в поле, как «Динамо» тренируется. После матча с «Металлоргом» выиграли, мы спросили у вас, вы поговорите ли с руководством на нашем тренировочном поле, как «Нормально». Это же высокая риска, туда из получили травму. Это вы не самое плохое поле видели, на котором мы тренировались. Так что, к сожалению, в Самарканде негде нам тренироваться. Я же вам говорю, проблема эта стоит. Но я надеюсь, ее как-то будут решать. Потому что и тот стадион, который сейчас поле поменяли, но вроде оно готово, но мы не можем на нем тренироваться. И плюс, я чуть-чуть вперед просто смотрю, тот газон, который положили, я не знаю, хватит ли у стадиона средств, чтобы его содержать в таком состоянии будет. Потому что там нужны понимания, и они ухаживают. И уже все, оно будет. Поэтому то поле, которое у нас было, мы его как бы знали, как его содержать. Мы знаем, как это получится с этим полем. Мы увидели, что в поле в динамо нормальном состоянии. Мы даже там ролик снимали и намекнули на то, что вот можно играть здесь. Да, но я вам говорю, просто вперед чуть-чуть смотрю. Там нужны средства для того, чтобы его содержать в таком состоянии. Одно дело, вы сад посадили, за ним еще ухаживают жена. Если больше вопросов нет, спасибо вам. Вам тоже спасибо.